Так, так вот. Для этого мы, наконец, доберемся до того, что давно мечтал о светом, до некоторого изображения некоторых букв иврита. Потому что, вообще говоря, иврит это очень, ну то, что древнее, это ладно, это очень такой крутой язык, который обладает очень такими серьезными внутренними ресурсами. И поэтому интересно, что каждая буква иврита, она имеет форму, которая обладает некой значимостью, и ее можно интерпретировать многими способами. И, в частности, нам в данном случае нужны три буквы. Значит, одна буква, это буква Юд. Вот. Если посмотреть буквы, то, ну вот если я такой, как бы, вот, условно, примерно размер букв, то буква Юд, она очень маленькая, она вот как такая запятая, которая на верхней линии, просто она вот, ну или как точка просто. То есть, это такая вот маленькая, вот такая вот загогольненькая, она самая маленькая, но пишется она как Юд. И читается она, ну, примерно, как буква И, там, или И, там, в общем, так. Теперь, второе, вторая буква, это буква Гэй. Вот та самая, которая по-русски никак не читается, а вот по-английски на иврите вполне читается адекватно. Вот она, это буква Гэй. Вот. И она, опять же, читается она как Гэй. Ну, как бы тут это все так немножко, пока мы упрощаем. И третья буква ВАВ. Она просто пишется как палочка такая, вот. Это, значит, Гэй. Это буква ВАВ. При этом ВАВ иногда читается как В, а иногда как У. Ну, иногда как О там, то есть, ну, тут все тут, видите, есть всякие нюансы, но мы, как бы, пока их не будем в них углубляться. Вот. Это три буквы, которые упоминаются в этом четырехбуквенном имени Бога. Теперь, если мы поставим сюда вот еще одну буквочку Гэй, я специально не пишу полностью, чтобы потом не было у нас проблем с этим, то у нас получится вот эта четырехбуквенна имя Бога. То есть, в нем вот эта вторая и четвертая буквы, они одинаковы. Поэтому их три, но как бы в четырех порядок. Теперь, мы сейчас увидим интересную штуку. Если мы их напишем вертикально. На что это похоже? На человека. Да, то есть, поэтому, когда вертикально писать, да, там получается такая интересная вот конструкция. Теперь, при этом Юда, она как голова, ВАВ это туловище, а Гэй это руки и нос. Теперь, значит, опять же, так сказать, тут можно суперлекцию, но мы пока, так сказать, по зам пойдем. Теперь, в юдаизме, точнее в кабале, есть очень, грубо можно сказать, такое эротическое направление. То есть, имеется в виду, что понятие мужское и женское, оно обладает очень глубоким мистическим смыслом. Вот, и поэтому, вы можете здесь легко догадаться, какие буквы мужские и какие женские. Вот, то есть, понятно, что буква ЮДИБАВ это мужская, а Гэй это буква женская. Поэтому, у нас как бы тут есть две пары мужско-женские. Одна вот эта, и другая вот эта. Теперь, далее, у нас как-то символика работает. У нас, если мы, ну опять, это, конечно, я загнул, но попробую, в смысле, там, за пять минут презентовать самую такую крутую концепцию юдаизма. Значит, считается, что, как бы, вот любой процесс, он сначала происходит, как бы, в ментальной сфере. И в ментальной сфере он делится, ну, по-простому, на две части. Когда идея приходит и когда идея развивается. Теперь, когда идея приходит, это называется ХАКМА, и это, символом ее является буква ЮДИБАВ. Или же, говоря, в физиологическом аспекте, это похоже на сперматозоид. То есть, вот как, что-то такое, вот, или искра. Ну, как бы, это уж на разных языках. Или идея, вот как бы, там, флэш, да, то есть, вот это самое такое. Теперь, дальше, когда происходит процесс формирования плода, да, то мужская, мужское семь попадает в женское луно. И там происходит процесс беременности. И на уровне идей беременность, это когда какая-то идея начинает разворачиваться в структуру, в систему. То есть, идея, это просто, может быть, какой-то такой инсайт. А дальше он уже, там, так сказать, превращается, там, в программу, в книжку, там, в лекцию, там, в что-то хотите. И это, вот, первое, и на языке КБЛ это называется БИНА. Вот, и это уже, как бы, символ женского луно, в которое, как бы, попадает эта идея. И она, там, в нем, как бы, в процессе беременности развивается. И это, вот, первые две буквы, четырех букв иного имени Бога, они символизируют внутренний процесс, когда, вот, идея где-то там внутри сначала приходит, а потом разворачивается. И это, вот, две первые буквы, они, так, в этом аспекте, вот, они так здесь находятся. И поэтому, в принципе, еще одно их название в Кабале это АБА и ИМА, что в переводе на русский означает Папа и Мама. Вот, то есть, как бы, термины совершенно на уровне букваря, но, при этом, имеют глубочайшее значение. Вот, поэтому, первые две буквы этого имени Бога, они символизируют, вот, именно, как бы, вот, начало рождения чего-то в виде наличия Папы и Мама. Теперь дальше. У нас появляется опять некая эротическая символика, то есть, БАБа это уже символ мужского, соответственно, гетеродного органа. Вот, поэтому, и, если мы говорим на языке эрот, то, вообще, у нас эрот 10, но они там, чтобы сюда поместиться, значит, там первая, когда у нас выпадает, это какая-то, она вообще там, это мы как бы отдельно будет, потом 1 плюс 1, это Хабабинан, потом это уже 3, потом 6 эрот у нас объединяются вместе, и потом еще одна эрот отдельно. И эти 6 эрот называются зеранты, вот, ну, название там, забудьте, не запустите, может, станет такой, зер, это малый, ну, в общем, малый лик, в общем, короче говоря, это 6 эрот, это уже, как бы, воплощение в нашем мире, ну, опять же, это слишком сложно, ну, пока так в первом чтении, вот, это 2, вот, и, его сокращает пишется, а, ну, потом я объясню, вот, и потом, все это, то есть, на самом деле, это, 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 нам самое важное, чтобы это все воплотилось вообще на тем материальном мире. И самая, так сказать, как бы, приземленная часть, она называется Малхут, и она, ее, опять же, рисуется в виде вот этого нижнего, нижнего буквы А. Теперь Малхут, а слово Мелых, вот, тот самый царь, о котором мы про Маша говорили, то есть, Малхут, это царство дословно, но это, вот, как бы, уже воплощение конкретное. Теперь мы сейчас еще пару слоев пройдем, и у нас тогда будет большая картинка более понятная. Вот, и, соответственно, это, вот, неких таких 4 этапа. О, теперь. Так вот, и, соответственно, опять, это мужское начало, это женское. И поэтому на еще одном языке кабалы это называется сын, это, соответственно, дочь. То есть, у нас, как бы, есть старшее начало, как бы, это папа с мамой, это, вот, две первые буквы. И младшее начало, типа, сын, дочь, это, вот, две эти буквы. И поэтому иногда, как бы, это имя 4 буквы на разряд на 2 части, говорят, это, как бы, его высшая, так сказать, структура, это низшая структура, где-то приземленная. Теперь, так сказать, это самое напряжение не там. Теперь, значит, дальше. Сейчас, как бы, так, как бы, не стечься. Вот. Да, теперь, в общем, короче говоря, все это, это буква Ю, это Г, это ВАВГЭЙ. но в принципе для того, чтобы опять же в суе не слишком упоминать это мы обычно вместо гей говорим к поэтому мы говорим юткей вавкей то есть это такой способ не напрягать Бога больше чем в смысле чем это нужно для дела, поэтому мы говорим юткей вавкей и поэтому Яхва это такой был способ или Ягова это произнести эту форму, но это на самом деле имя, которое именно не столько пишется, а произносится вот, но в целом например, когда его пишут где-нибудь там в Торе то вместо него читают Адонай то есть это, но поэтому Адонай это некий способ произнести какое-то имя произносимое потому что юткей вавкей это не имя, это аббревиатура, четыре буквы то есть это как бы так вот, такая вот сложная компиляция разных вариантов вот, поэтому соответственно, опять же, так сказать, я тогда это, опять же, мужской орган это женский вот, но это уже как бы такая уже более физиологическая вещь это как бы ментальное это воплощение опять же, значит, смотрите, как бы оно потом будет укладываться в контексте вот, теперь есть еще всякие интересные вещи у каждой буквы есть своя гематрия своя цифровое значение вот так тоже ну, значит, у ют это 10 у гей это 5 у вав это 6 ну и, соответственно, еще 5 поэтому, например, если просуммировать 10, 5, 6 и 5 то это получится 26 поэтому 26 это такое очень сакральное число потому что это число гематрия вот этого имени бога поэтому, как бы, если вдруг там вас в контексте возникнет то гематрия это у каждой буквы есть своя цифровое значение поэтому в древности не было арабских цифр и писали там, например, буквами там цифры и гематрия этого этого это 26 иногда их еще 9 пополам получают в 2 раза по 13 поэтому евреи там 13 оно там у нас попадает в разных таких интересных как это называется мистических сюжетах вот, поэтому 26 это его гематрия то есть это тоже поэтому считается такое сакральное число потому что оно вот обозначает имя бога это его, как бы, кокровое значение вот теперь еще интересная вещь есть вот у нас например, если мы заглянем в Тору то у нас иногда попадаются очень такие сюжеты которые требуют кабалы, чтобы их пояснить в частности чтобы нам здесь с этой историей немножко разобраться у нас вот в прошлой галере Тора как раз вот есть такой вот три праотца то есть три патриарха основателя еврейского народа вот и это Абрам, Иснат, Яков то есть это такие важные персонажи которые и мусульмане используют их тоже там тоже Ибрагим Якуб то есть они как бы есть во всех культурах более того христиане тоже Абрам, Линкольн будут совершенно не евреем но как бы просто американцы очень любили эти имена там Исанкт Ньютон тоже там совершенно не был евреем вот так вот у Якова значит у него интересная биография что он там собирался жениться там на Рахеле а в итоге там ему в качестве там папа Рахеле Лаван значит у него было две дочки и он там типа подменил их сначала там дала одну потом другую и у Яков у него там типа две жены вот и при этом они две сестры и там есть как бы много за этим стоит всякой всячины вот но в целом на руне Кабалы говорится что так как у нас здесь две женские эти самые проступы не надо не буду сейчас там устранять в общем две ипостаси то это символизирует то что Яков должен был как сказать с двумя мирами иметь дело поэтому там одна было сказано что она была очень красивая это внешняя как бы это как бы нижняя часть а другая написана была у нее что у нее были слабые глаза опять же это много объяснений но имеется ввиду что она была как бы внешне незаметная она была как бы скрытая то есть внутренняя поэтому в принципе вот эти два аспекта это как бы скрытая часть а эти две как бы открытая поэтому у нас тут как бы есть две женские начала вот есть там мама и дочь есть два мужских начала вот это все как бы какие-то символы которые входят в это имя вот поэтому здесь у нас и название и спирот и там ризальт и порно-бук и гематрии это все как бы входит в этот процесс а теперь последний так сказать штрих что у нас есть еще четыре мира которые тоже с этими буквами связаны и ты тоже совсем просто ой да я бы все тоже все ладно по просьбе по заякам трудящихся есть еще такая важная концепция что мир он спускается от невестного к земному в четыре этапа и это уже совсем простая схема вот как простая ну в смысле что понять легко вот она просто присутствует в четырех терминах которые звучат квалифистически но понять их легко вот то есть есть четыре мира которые вот тоже связаны с этим они называются вот тогда сейчас потом еще сделаете еще одну отцелуд брия яцера и осия ну это уж совсем просто ну как бы то есть конечно сложно вот то есть говорится что в общем-то когда что-то спускается с небес на землю то оно проходит как бы четыре уровня которые проецируются на четыре уровня человека то есть осиуд это духовный уровень сейчас я закончу вот брия это интеллектуальный ну в таком прощенном варианте яцера это эмоциональный а осия это материальный вот и и поэтому в принципе говорится так что осия это сам приземленный то есть это мир в котором так сказать много всего это много в том числе всякого нехорошего потому что материальный он самый грубый как бы вот отцелуд слово эцель на иврите означает рядом то есть это мир приближенный к Богу то есть это вот четыре как бы четыре уровня спуска вот поэтому отцелуд он самый чистый потому что это там духовный потом брия это интеллектуальный там в нем уже много всяких там интеллектуальных может быть тараканов эмоций это еще более такой мир приплетенный а материальный мир он как бы еще самый грубый вот поэтому вот это еще четыре буквы на имя но еще заодно связано с четырьмя слоями спускания духовного в наш мир поэтому опять же это все тоже к этому буквы то есть поэтому имя Бога оно одновременно так сказать символизирует еще и вот это еще и как бы вот эту лестницу по которой мир как бы усложняется вот не усложняется наоборот в смысле огрубляется вот поэтому эти четыре уровня тоже они вполне как бы это то что Гитик сейчас там их рассказывал вот но в другом контексте это немножко другое вот и ну в принципе да то есть опять же тут можно еще много деталей входить но в целом это такая более-менее общая схема теперь соответственно когда мы говорим Бог мы просто можем по-русски сказать Бог и ограничиться просто простым русским словом или английским вот есть еще много имен Бога всяких там дополнительных обозначающих какие-то частные аспекты вот но это считается наиболее такое вот всеобъемлющее вот и поэтому мы его не произносим вот как пишем то есть пишем его через 4 буквочки произносим именно как аданой вот но произносим только именно в серьезном контексте просто так болтать его нельзя поэтому если бы мы хотим просто то есть пишем его